всем большой привет добро пожаловать на мой канал в этом видео я хочу рассказать вам про свою оставшуюся коллекцию парфюмерии предыдущее видео у меня было о коллекции парфюмов от евро 6 ссылочку на это видео оставлю внизу кому интересно пройдите посмотрите но это видео о оставшейся коллекции осталось здесь совсем чуть-чуть если вам интересно то конечно же оставайтесь со мной и так начать бы я хотела со своих скажем так дорогих ароматов первый аромат это lancome tresor in love этот парфюм подарил мне мой муж за что ему большое большое спасибо если бы не он я бы правда не знала о существовании этого аромата значит это цветочно-фруктовый аромат здесь мне нравится абсолютно все его изящный флакончик восхитительная розочка и конечно его неповторимый аромат аромат этот полностью меня характеризует здесь мне кажется чувствуется такая легкость элегантность воплощение женственности красоты аромат прекрасно подойдет на каждый день он очень стойкий спокойно держится в течение 6-7 часов значит что здесь чувствую это конечно же какой-то сладкий фруктовый аромат это груша и переплетены здесь такие цветочные ароматы чувствуется фиалка вот груша и фиалка такие главные составляющие я обожаю этот аромат берегу его пользуюсь по чуть-чуть и мне хочется чтобы этот аромат всегда был меня потому что я его очень-очень люблю и очень прям к нему уже привязалась так следующий аромат это дживанши ангел или демон в объеме 30 миллилитров это цветочный аромат у меня был пробник мне понравился этот аромат я решила купить себе полную версию значит верхние ноты лимон чай клюква сердце аромата жасмин пион и водная лилия что хочу сказать я все-таки разочаровалась в этом аромате могу сказать что это не моё не мой аромат вот какая-то есть здесь отталкивающая нота мне кажется что это водная лилия потому что даже сейчас когда ощутила вновь этот аромат чувствую вот какую-то резкость и вот начинает болеть голова правда от этого аромата очень сильно болит голова и даже сейчас она у меня пошла кругом скорее всего из-за лилии конечно жалко может быть в холодное время попытаюсь как-нибудь его доиспользовать но без какого-либо удовольствия поэтому как-то вот я пожалела что приобрела этот аромат все-таки это не моё несмотря на то что вроде бы он такой каждодневный но лучше таки какой-то он рисковатый так следующий аромат у меня идет в коробочке это конечно желанком лавиабель вообще я не храню парфюмы в коробках я всегда выкидываю но этот аромат исключение потому что я знаю что он у меня будет очень долго потому что он очень стойкий и поэтому я его храню в коробочке чтобы он сохранял свой настоящий аромат и не портился значит лавиабель это цветочные даже фруктовые сладкие ароматы значит ноты сердца здесь ирис жасмин апельсиновый цвет и ноты базы ваниль и конфеты пралине интересное сочетание да действительно здесь чувствуется такой тяжеловатый ирис но это пудровый аромат и он разбавлен как раз таки вот сладкой ванилью и вот этими вот конфетами пралине за счет чего он стал таким сладковатым этот аромат какой-то манящий сладкий притягивающий волнующий он очень нравится мужчинам все мужчины мне все время делают комплименты чем этим и так сладко вкусно пахнет им очень нравится этот запах но мой муж конечно тоже не исключение он тоже очень любит этот аромат аромат такой богатый элегантный такой роскошной женщины он конечно же подойдет отлично на вечер но мне кажется можно пользоваться на каждый день но не больше одного пшика потому что он очень стойкий вот один пшик и все вы будете полностью в этом аромате с ног до головы он очень стойкий он не знаю на теле держится два дня на одежде так вообще всю неделю очень любит этот запах прям очень его полюбила такой роскошный божественный и кстати мне кажется у каждой женщины уже есть этот аромат потому что где бы я ни была везде ощущаю этот запах и в автобусе и даже у моей соседки есть этот аромат и еще где-нибудь на улице то есть очень очень много кому он нравится следующий аромат я покупала бриф гош это туалетная вода из серии резерв натюрель кока мания там целый стенд вот этих разных туалетных водичек просто на любой вкус и цвет как говорится меня конечно заинтересовал аромат пахнет реально кока-колой даже вот этими не знаю газированными пузырьками кока-колы потрясный аромат но аромат такое баловство кинул сумочку там поднять себе настроение попахнуть школой прикольный запах но он к сожалению не стойкий очень мало держится наверное где-то в течение часа потом уже все выветривается ну так для разнообразия можно себе приобрести следующий аромат это аквалина pink sugar такая прикольная упаковочка в виде леденца понятно что аромат уже какой-то сладкий он правда очень очень сладкий вот такая вот красивая стеклянная бутылочка что хочу сказать значит аромат действительно приторно-сладкий я люблю такие ароматы здесь чувствуется жженый сахар сладкая вата ваниль то есть какой-то парк где много сладкой ваты такой аромат он очень-очень сладкий но я его обожаю он так красиво раскрывается на теле ты прям такая сладкая конфетка тоже он очень многим нравится так что девчонки кто любит сладкий аромат рекомендую вам к тому же он очень стойкий держится где-то в течение четырех часов и спиртом вообще абсолютно не пахнет и очень экономичный так следующие ароматы пойдут от компании ariflame мне не очень нравятся ароматы этой компании поэтому братья их точно больше не буду ну первый аромат это вот такая вот прикольная куколка колпачок только что у меня куда-то отлетел поэтому извиняюсь эту куколку можно было раскрашивать приклеивать наклеечки у меня это манговая куколка ну такой сладкий манго манговый аромат ну не знаю мне кажется это детский аромат какой-то купила так чтобы себя побаловать ну можно пользоваться дома но конечно аромат не серьезный держится где-то в течение часа так захотелось впасть в детство скажем так так следующий аромат это претис one вот такая вот красивая бутылочка такая изящная мне кажется легкая значит здесь была нарисована балерина что якобы вот это вот пачка ну какой-то такой грациозный аромат значит это фужерно-фруктовый аромат ноты сердце абрикос гелиотроп и раз смен что хочу сказать мне не нравятся ароматы от oriflame почему вот присутствует в каждом аромате какая-то вот нота которая вот портит аромат и когда ты чувствуешь вдыхаешь аромат и сразу понимаешь что да это oriflame то есть прогадать очень трудно мне не смогу объяснить что это за нота но вот эту ноту oriflame все время добавляет свои ароматы ну не знаю какой только цветочный аромат в принципе пользуюсь нормально когда вот не хочется себе ничем перегружать хочется чего-то ненавязчивого чего-то такого легкого я вот использую вот этот вот аромат нормальный такой но опять таки вот это вот нота все-таки все портит и последний аромат от oriflame который у меня есть это вот такой просто восхитительный флакончик в виде фиалки оформление конечно 5 плюсом аромат news здесь значит у нас зеленые ноты и фиалка я разочаровалась в этом аромате такой обычный простой цветочно мыльный пустой аромат аромат мыльных пузырей с ароматом цветка да вообще абсолютно никакой аромат и опять же чувствуется вот это вот нота ну не знаю вот какие-то такие вот ароматы они не запоминающиеся они обычные легкие мне кажется такими ароматами даже дети могут пользоваться ну вот просто вот не нравится мне аромата от oriflame чего не скажешь про ароматы от иван переходим так плавненько к иван начну с первой водички это pretty fabulous замечательная водичка опять-таки сладенькая здесь у нас зеленое яблочко ваниль какие-то тоже сладкие конфетки мне очень понравился этот аромат он тоже отличается от обычных сладковатых ароматов есть ним какая-то вот изюминка стоил он всего лишь 199 рублей но его смело можно назвать парфюмерной водой потому что держится спокойно в течение пяти часов и все это время он прям так явно ощущается как будто бы вот я его только-только нанесла очень нравится такой сладенький аромат вот не знаю просто влюблено этот аромат у меня тут его вот столичка осталось и девчонки точно куплю себе еще такой же флакон он кстати очень быстро расходуется но вот зацепил мне этот аромат прям запал в душу очень полюбился он мне так следующий аромат это такая вот миниатюра secret fantasy ну такой обычный компотный аромат сладенький тоже такой обычный ягодный ароматик тоже кинуть сумочку когда забыл там попшикаться дома то вот такой сумочный вариант нормальный мне понравился все равно следующий аромат это персив классический он у меня виде вот такого вот ролика тоже нравится аромат здесь чувствуется груша опять-таки груша и цветочный аромат чем-то напоминает он трезор только здесь он более такой тяжеловатый аромат но вот тоже чувствуется груша тоже нравится но конечно первые ноты это спирт вот а вот здесь вот кстати спирт вообще не ощущается здесь тоже дальше также есть у меня аромат от персив это персив дью вот такой красивый флакончик виде какой-то льдинки или виде стеклышка можно поставить вот так и вот так очень нравится аромат для меня это однозначно весенний аромат действительно весенний аромат я не знаю прям все время его вдыхаю прям балдею это цветочно-водяные духи значит верхние ноты это лимон белая фрезия дыня сердце жимолость морская вода абрикос вот знаете есть что-то морское действительно вот чувствуется здесь дыня сладкая потом аромат переходит в какие-то такие морские ноты и в конце ощущается жасмин такой вот аромат он правда очень классный прям балдею от него тоже очень стойкий спирт не чувствуется очень нравится прям такой не знаю куда богатый аромат и надеюсь рефлейм ой рефлейм и иван никогда этот аромат не снимет производства потому что очень я тоже его люблю очень не нравится там аромат весна так следующий аромат это инфинит момент тоже у меня такой сумочный вариант так значит аромат цветочно-восточный ну такой в принципе нормальный мне нравится здесь даже есть какие-то мужские нотки в этом аромате вот что-то такое нормально брызнуться так где-нибудь на улице когда опять-таки нет собой никакого аромата нормально в принципе полную версию я бы взяла интересный такой аромат тоже в принципе восточный аромат и мне нравится следующий аромат это тоже вот такая вот миниатюра инкадесанс или инкадесанс девчонки не знаю это чисто цветочный аромат здесь у нас мне кажется присутствует тюльпан орхидея пиону что-то такое я говорил что чисто цветочный аромат не люблю и поначалу мне этот аромат не нравился но сейчас я начинаю втягиваться в этот аромат я в него как бы влюбляюсь то есть он мне с каждым разом нравится все больше и больше и в общем сто процентов если я возьму полную версию этого аромата потому что не знаю божественный аромат классный какой-то такой медово-цветочный цветочная пыльца сладенькая что такое интересный аромат также я просто балдею и восхищаюсь шлейфом этого аромата вот это просто что-то с чем-то очень его люблю тоже очень стойкий так что уже с нетерпением хочется приобрести себе полный флакончик он тоже такой кругленький красивенький так что обязательно себе возьму следующий аромат это он ли мейджин такое красивое оформление с такой прикольной юбочкой значит это зеленое яблоко фиалка и мускус что хочу сказать аромат в один в один с ароматом от oriflame use они вообще похожи просто сто процентов и опять-таки в очередной раз убеждаю что нельзя покупать аромат вслепую не знаю его аромат мне не нравится запах он тоже мыльный цветочный вот все то же самое вот это вот зеленая нота мне кажется портит вообще абсолютно все тоже не понравился без особого удовольствия я им пользуюсь тоже аромат такой весенний мне кажется летний холодное время все-таки думаю не подойдет вот как-то тоже вот он мне не понравился к сожалению очень жалко следующий аромат это evan windscape по-моему сейчас его уже нету в каталогах это цветочно-водяной аромат пахнет он морем пляжем морским бризом но аромат 50 на 50 то есть как-то он и нравится и не нравится бывает такие у меня периода когда да он действительно пахнет морем но бывают такие периоды когда он не пахнет освежителем воздуха в туалете с ароматом морского бриза вот как-то так ни в коем случае не хочу никого обидеть кому нравится этот аромат но вот какой то он вот такой когда как вот сейчас мне пахнет морем вот иногда нет в принципе нормальный аромат я люблю морские запахи поэтому буду пользоваться почему бы нет последний аромат от evan это секрет фэнтези кис тоже такой сладенький аромат открывается он вот так вот здесь такие губки что хочу сказать по поводу этого аромата поначалу до опять-таки бьет спирт в нос но чувствуется здесь как мне кажется ежевика малина яблоко даже гранат фиалка даже ощущается какое-то такое сочетание то есть это точно фруктового аромата мне нравится тоже пользовалась ими летом такой сладкий запах так что любителям сладеньких ароматов рекомендую но в принципе такой нормальный держится он где-то в течение двух часов так следующие ароматы из faberlic их у меня всего лишь два это вот такие вот ароматы из серии secret story первый аромат вот такой вот желтенький это фруктовый аромат который называется fruit story аромат экзотического острова пляжа чувствуется здесь дыня манго персик личи маракуйя вот что такое ну тропический аромат очень нравится такой летний аромат конечно же однозначно фруктовый классный но могу я им воспользоваться даже и зимой под настроение следующий аромат это chocolate story шоколадненький это восточно-гурманский аромат значит здесь цитрус миндаль корица белый шоколад темный шоколад слива и карамель вот такое красивое описание да действительно чувствуются какие-то такие нотки шоколада корицы этот аромат я использую в холодное время то есть вот сейчас уже октябрь ноябрь декабрь он такой согревающий интересный запах тоже очень нравится такой аромат сладкого шоколада вот кстати держится они где-то в течение четырех часов то есть неплохая стойкость и остались у меня такие миниатюрки которые я получила в коробочках глэмбокс и эльбокс первая миниатюрка это кошарель ноа значит это цветочный древесный мускусный аромат здесь присутствует белая лилия жасмин и ланг-каланг ландыш роза и слива чувствуется здесь жасмин и какой-то такой фруктовый аромат наверное слива но интересный аромат такой принципе можно было приобрести полную версию очень-очень кстати стойкий следующий аромат это кошарель кич минин это цветочный аромат мандарин джасмин миндальное молоко и амбра что здесь точно чувствуется это мандарин мандариновые такие горькие корочки но аромат все-таки немножечко мыльноватый то есть все-таки тоже нет никакой-то изюминки не бы взяла этот аромат потому что мандарины я обожаю люблю их косметических средствах следующий аромат это versace vanitas значит это цветочный аромат белая фрезия цветок тиаре и верхняя нота лайм вот пока не нашла описание все время думала что же мне напоминает этот аромат и поняла что действительно он пахнет цветком тиаре вот как есть от эвроше цветок тиаре вот здесь тоже что-то есть схожее да действительно такой интересный аромат он тоже такой роскошный богатый мне тоже безумно понравился очень такой интересный и последний аромат это маскина пинк букет ну это такой тоже сладкий девичий аромат здесь такой такие конфетки карамельки сосательные леденцы вот такое несмотря на то что аромат вроде бы простой окружающим он очень очень нравится он красиво раскрывается таким сладеньким ароматом понравился я все хотела купить полную версию не знаю все таки наверное куплю когда-нибудь потому что необычный аромат и также есть у меня вот такие вот миниатюрочки такие колбочки тоже из гламбокс эльбокс я кстати вот такие вот колбочки переливаю как раз таки вот эти вот миниатюры постоянно таскаю их с собой в сумочке очень удобно распылителем вот такие вот ароматы и так это была вся моя коллекция моих парфюмов надеюсь вам понравилось это видео и всем большое спасибо за внимание всем отличного настроения и всем пока